всем привет меня зовут екатерина и добро пожаловать на мой канал в сегодняшнем видео я бы хотела поделиться с вами обзором на мой новый набор кистей с сайта алиэкспресс я покажу вам несколько макияжей сделанных при помощи этих кистей также расскажу про цену про кисти для лица про кисти для глаз расскажу про всякие разные особенности постараюсь выделить как плюсы так и минусы в общем обзор будет очень разнообразный с большим количеством полезной информации поэтому давайте скорее начинать сегодня будем делать макияж глаз вот такой вот палеточкой от color pop it's top и также нанесу сейчас базу у нас здесь с вами из подходящих ворсов есть ворс козы либо же синтетический ворс так немножечко наношу базы на палитру и буду наносить такой вот плоской кисточкой начну с вот этого вот шикарного светлого растушевочного оттенка боа очень мне понравился в первых впечатлениях прям он супер такой полупрозрачный но при этом хорошо наслаивается и дает очень классную тень чем-то напоминает оттенок из палетки глэм который транзишен вот он тоже такой очень переходный этот оттенок тоже когда кожа приклеивается становится таким немножко более насыщенным как будто бы и мне нравится что у него такой легкий розоватый подтон далее беру оттенок pebble beach и добавляю его вот сюда чуть-чуть поглубже складку далее смешаю вот эти вот два оттенка прямо поплотнее могу еще добавить немножко темно-коричневого bedrock нужный оттенок получился хотя такого в палетке нет но мне вот хотелось немножко затемнить внешний уголок но не сильно вот эта кисть кстати мне тоже очень нравится такой маленький бочонок супер удобно для внешнего уголка для нижнего века для внутреннего уголка тоже хайлайтер проставить но вот для внешнего мне прямо очень нравится потому что она в меру в меру жесткая в меру мягкая на хорошо цепляет хорошо отдает и получается такой вот насыщенный уголок сделать и ту же самую смесь матовых оттенков добавляю вот сюда вот во внутренний уголок примерно как вот здесь у меня получилось далее наношу коричневый каял от ламель между ресничку и вот такой вот маленькой плоской кисточкой беленькой растушевываю карандаш по ресничной линии очень удобно это делать плоской кисти потому что у него профиль такой очень острый кончик не теперь беру вот такой вот шиммер констриктор и буду аккуратненько его приклеивать сверху нашей растушеванной стрелки он такой интересный немножко с зеленым как будто бы отливом но теперь на базу от никс хочу немножечко нанести сияющего спаркла вот этот вот яркий оттенок не знаю как точно читается наверное слейта нанести решил на базу потому что вчера тестировал эту палетку первый раз мне показалось что он в принципе цепляется но немножечко ему не хватает все таки какой-то липкой базы и чтобы как-то лучше раскрыть перелив давайте попробуем сразу по-моему намного интереснее стало очень красивый оттенок такой прям просто как сияющая водная гладь но и осталось нам с вами нижнее веко нанесу оттенок пэбл бич взяла вот такую вот маленькую детальную кисточку кстати у меня почему-то их две в этом наборе как всегда китайцы все перепутали но на самом деле меня это очень радует потому что вот эта форма кисти мне очень нравится я тем временем нанесла биби крем от миша нарисовала свои брови и мы с вами дальше продолжаем наносить консилер у меня будет вот такой вот от revolution про я немножечко выдавлю на палитру и хочу выбрать какую-нибудь кисть из козы наверное возможно какую-то вот такую или возможно вот такую давайте нам вот такую возьмем и попробовать нанести консилер под глаза и потом припудрить тоже одной из этих кисточек так набрала немного консилера и начинаю потихоньку такими прихлопывающими движениями заполнять синячок для припудривания есть здесь вот такие вот три кисточки довольно удобные это поменьше тут на большева то будет для румян лучше оставить и вот такая вот еще есть тоже неплохая даже не знаю давайте нам вот это вот попробуем возьму пудру от our glass в оттенке diffuse light аккуратненько просто прихлопывающими движениями так на теперь самое интересное я этого очень очень долго ждала хочу нанести скульптор у меня от эстрада и возьму вот такую вот большую скошенную кисть из этого набора вообще этот скульптор довольно таки пигментированный и у меня получалось его классно прям нанести такими большими пушистыми кистями из козы очень надеюсь что это кисть тоже справится с этой пигментации и мне еще как бы биби крем незакрепленный то есть я всегда наношу сухой скульптор на влажный биби крем но благо мне кожа как бы она впитывает всю влажную составляющую в принципе не бывает проблем с этим немножко лезут эти кисти пока что не знаю как это комментировать очень надеюсь что они в итоге перестанут это делать то что сам по себе набор мне пока очень даже нравится но вот это вот постоянные маленькие эти волосинки на лице меня конечно бесит и из-за того что они постоянно остаются где-то приходится смотреть в зеркале не сидишь ли ты с волосатым лицом по итогу но нанеслось мне кажется очень даже неплохо не вижу никаких пятен теперь возьму румяна от патрика то в оттенке следующий седактив и вот такой вот растушевочную кисть мне кажется очень хорошо получается прям так постепенно наслаиваем но я сразу много продукта не беру хотя вот эти румяна они по пигменту такие довольно облегченные возьму кисточку для растушевки и немножко добавлю вот сюда вот складку румян и осталось нам с вами хайлайтер я беру вот такой вот запеченный от лора мерсия и вот такую вот кисточку веерную этот хайлайтер очень скромненький и облегченный мне что-то сегодня кожа немножко суховатая поэтому я его взяла но вообще это мой очень давнишний фаворит обожаю этот хайлайтер если вы не любите какое-то прям сияние из космоса но все равно любите хайлайтер и не хотите чтобы текстура кожи была подчеркнута то это вообще просто лучшая формула и он вообще не виден в тени но выглядит таким прям влажным очень красивым и также оттенок snake eyes хочу нанести во внутренний уголочек ну и на губы нанесу вот такой вот бальзам от бренда фэнти бьюти ботинки годжи гэнг так сегодня мы с вами делаем второй макияж кистями с алиэкспресс и у меня сегодня будет первое впечатление на вот эту палетку от color pop я просто еще не успела ее попробовать и поэтому вместе с вами будем сегодня и первый раз краситься уже нанесла вот такую базу под тени от нарс вот такой вот плоской растушевочной кисточкой я наверное попробую ей же сейчас немножко припудрить верхнее веко вот этим вот светлым оттенком r&r немножечко вот это вот пространство под бровью теперь беру вот такой вот светлый растушевочный оттенок big mavs большой пушистой кисточкой из козы и начну углублять складку он такой прикольно немного лиловый кстати в палетке немножечко пылит такой суховатый оттенок теперь беру такой оттенок big фиг на уже чуть чуть меньшего размера растушевочную кисть и начну я немножко больше углублять вот тут вот складку но место для самого темного оттенка все равно оставляю вот эта палетка кстати немножко более пыльная чем предыдущие за стол периодически возвращаясь к предыдущему оттенку растушевываю края теперь на вот такую вот маленькую кисточку бочонок острый наношу оттенок марки наверное так произносится наносить прям на самый внешний уголок и потом еще во внутренней чтобы сделать такой некий hello ай вот так вот просто аккуратно прикладываю кисть и очень удобно что видите у нее такой немножко острый кончик то есть растушевочной кистью было бы сложно подлезть хочу просвочить средний ряд сияющих оттенков красота какая чтобы нам использовать но вот этот он такой более нейтральный наверное более прохладный фиолетовый и такой нейтральный сияющий для бликов не за давайте попробуем наверное как-то может быть оба расположить этот оттенок по краям и этот чуть ближе к середине нанести либо уже потом сверху пальчик уже вот эти шиммеры на кисть переносятся чуть хуже чем в толповой палетке пробуя конечно еще что-нибудь нанести но мне кажется он как-то не схватывается потому что я уже этой кистью пробовала нанести что-то как-то не набирается именно этот рефил он давайте пальцем нанесем но тот оттенок стати суховат вообще-то палетка на как-то более сухая что ли по текстуре прям трогаешь шиммеры и они уже не такие прям кремовые и липкие хотя на палец хорошо переносится но вот на века немножечко скромнее в этот оттенок ламот он какой-то суховатый все-таки и следующий хочу нанести оттенок мол он топ ну вот он даже сверху сухого шиммера это умудряется прилипнуть но кстати он сверху смотрится прямо интересней такая фольга получилось немножечко жует века я тем временем это дело второй глаз и прикрасила межресничную линию черным гелевым каялом от ламель теперь беру плоскую кисть и оттенок big фиг и буду наносить его на нижнее веко аккуратными притаптывающими движениями видите осыпание прям супер минимально и есть какие-то отдельные частички блестки и это как раз таки вот этот вот центральный сияющий оттенок который более суховатый ламот и он немножко осыпался что касается других оттенков могу сразу сказать что матовые в этой палетке мне понравились гораздо больше а вот сияющими оттенками пока наверное свой финальный вердикт дать не могу и теперь нам нужно ликвидировать с вами синяки под глазами потому что явно фиолетовые оттенки не очень выгодно подчеркивает у меня эту зону беру вот такой вот консилер от revolution и плотную такую бочонкообразную кисть но очень-очень широкую и буду набивающими движениями наносить и немножко на внешней части глаза вот здесь вот но не захожу прям глубоко чтобы все равно такая дымка оставалась и вот такой вот факелообразной маленькой кисточкой растушевочной немного припудрю прям самую вот эту вот глубину чтобы консилер не скатался в складочку остальное лицо возьму немножечко пудры от бека и вот такой вот классную мягкую кисть немножко хочу запудрить далее сухой скульптор от эстрада наношу вот такой вот скошенной кистью блин вот большие кисти для лица пока самые лезящие дали румяна от hourglass в оттенке diffused hit наношу той же кистью что и наносила пудру это кисть для лица пока самое классное меньше всего мне понравилось скошенная для контура вот просто такие вот круглые они прикольные но вот это вот скошенная мне если честно пока что не очень понравилось но наверное еще для бронзера будет прям супер классно но я бронзер вообще очень редко ношу и уж тем более с таким холодным фиолетовым мейком наверное бронзер мне прям совсем будет не в кассу и последний продукт хайлайтер возьму лора мерсье запеченный хайлайтер мне понравился вот эта вот кисть для хайлайтера мы уже с вами ей наносили можно в принципе пробовать вот этой потому что я ей пока что только что припудрилась и больше никаких продуктов на кисти не было и чуть более жесткий ворс он может по своей природе просто зацеплять больше продукта поэтому не берите какие-то очень яркий хайлайтер особенно если у вас есть какая-то текстурная кожа или может быть сухая кожа я выбрала вот что-то такое в запеченном формате потому что подобные текстуры они конечно меньше будут это все дело подчеркивать ну конечно же финальный штрих оттенок бика устал вот этот вот наношу маленьким таким бочонком на внутренний уголок так и тут уже в немного недокрашенном ведь скажем так и хочу отдельно остановиться на кистях для лица предварительно сейчас нанесу консилер под глаза и припудрим одну из этих кисточек буду использовать тоже вот такой вот кисть из козы для нанесения консилера более размашистыми движениями и теперь беру вот такую вот маленькую кисточку пудру our глаз и совсем слегка зафиксирую и теперь хочу попробовать вот такой вот большой вуальной кистью оля nbeauty s4 нанести сухой скульптор потому что мне кажется что она такая самая легко набита из этого набора и если нужно прям очень тонко разнести какой-то продукт то я бы и воспользовалась им лучше бы они вот из такого ворса сделали бы две-три кисти мне кажется набор был бы еще раз в сто круче теперь в качестве румян беру вот такую вот палетку от nars здесь формула такая немножко сатиновая с легким сиянием но она не очень хорошо наносится слишком мягкими кистями потому что у них не хватает как-то силы зацепить что ли пигмент а вот этой кистью такой в меру жесткой очень хорошо получается его тоже нанесла чуть-чуть потому что такая небольшая жесткость она помогает продукт как-то лучше не знаю разрыхлить если формула слишком каменная вот видите как хорошо наносят и теперь осталось нанести хайлайтер беру вот такую вот маленькую кисточку и легонько опять же начинаю с одной точки не до не давлю полировать небольшими движениями и со временем их чуть-чуть расширяет изначально у меня ореол работал только при маленький и очень легко нажимаю и чем шире делаю движение тем могу совсем слегка увеличивать ножи ну что давайте начнем с более общей и какой-то подробной информации в общем в этом моем наборе 28 кистей набор стоит 1980 рублей но точнее я его покупала за эту цену но сейчас по моему стоит цена около 2000 рублей все на варьирует там в районе 100 рублей плюс минус как наборе 28 кистей то эта цена набора приводит нас к тому что каждая кисть среднем стоит по 70 рублей но нужно учитывать что в этом наборе есть как и большие прям таки огромные размашистые кисти для лица так и много таких вот малышек прям миниатюрных детальных кистей поэтому это такая очень очень усредненная цена в магазине у этого производителя на алиэкспрессе есть всякие разные модификации этого набора там есть по моему и по 10 и по 16 кистей мои 28 кистей это такой наиболее наверное полный набор и я чуть позже расскажу какие из этих кистей я рекомендую в первую очередь покупки какие рекомендую меньше в моем большом наборе получается есть 7 кистей для лица также 21 кисть для глаз и из них 8 кистей из белой козы 3 крашенных темных козочки также 4 кисти из ворса пони и также есть смесь куницы и синтетики и другие всякие мелкие детальные кисти просто и синтетического ворс хочу сразу сказать что конкретно мне в этом наборе одна кисть пришла дважды это вот такой вот маленький даже не знаю бочонок или такая маленькая рушетушевочная кисть по моему это ворс пони получается на самом деле я очень рада что именно эта кисть и мне попалась дважды потому что мне в этом наборе не хватало по моему одной синтетической кисти и это даже хорошо что у меня не было потому что нам не гораздо меньше нужно но имейте это ввиду что так как это алиэкспресс может быть такое что они могут перепутать какие-то кисти если говорить про общие особенности этого набора то я бы выделила таким очень очень важным знаковым фактором это то что у кистей довольно таки короткие ручки для меня это в какой-то момент был не супер удобно но потом я приручилась как-то привыкла и в принципе если сравнить такой вот базовой кистью из белки видно что кисть наверное процентов на 15 короче и кисти для глаз в том числе они тоже чуть-чуть с более короткими ручками чем я обычно привыкла но опять же это очень зависит от того какая конкретно кисть например вот синтетическая manly pro она прям сильно гораздо длиннее но с другой стороны мне довольно часто приходят сообщения от зрителей что многие кто увлекается косметикой красятся часто бывает у людей плохое зрение и когда они в зеркале пытается как-то близко посмотреть сделать макияж глаз то как бы длинная ручка она всегда стукается об зеркало также вторая важная особенность что у этих кистей именно на ручках не написано номеров нету никакой нумерации это на самом деле мне кажется для обычного потребителя не особо проблема но мне немножечко трудно будет изъясняться и объяснять и какой кисточке идет речь потому что в магазине есть нумерация у каждой кисти но она не не перенесена на ручки поэтому я либо буду где-то сбоку подписывать либо изначально вставлю какую-нибудь картинку ну давайте начну свой рассказ с больших кистей получается в этом наборе 8 нет в 7 кистей для лица здесь одна только кисть из светлой козы беленькая ставлю наверное на потом и вот такие вот получается 6 кистей из крашеной козы насколько я поняла судя по переводу начну с вот таких вот двух больших кистей для лица скажу сразу что в этом наборе если прям сравнивать кистей для лица и кистей для глаз кисти для глаз понравились мне прямо гораздо гораздо больше все таки кисти для лица это наверное не главный любимый вид горсо а он довольно таки жесткий но в принципе нормально наносит какие-то не очень пигментированные либо слабо либо средне пигментированные продукты и самый сложный момент наступает тогда Когда у вас очень пигментированный продукт, если вы пользуетесь каким-то прям сильно пигментированным бронзером, скульптором или же румяными, то прошу вас быть максимально осторожными, либо переходить на какие-то не такие пигментированные текстуры, может быть более сатиновые, с небольшим каким-то сиянием, с сатином в составе, чтобы легче эти продукты растушевывались. Либо же использовать такое не очень плотное нажатие, то есть прям очень-очень аккуратненько нажимать на кисть, буквально полировать самой-самой поверхностью кисти, тогда в принципе все должно быть нормально. Вот эти вот две кисти мне не очень сильно понравились, скошены, в принципе неплохо наносят скульптор и бронзер, но опять же не берите какие-то пигментированные продукты, потому что велика вероятность, что вы можете наставить пятен. Вот эта кисть тоже, она неплохо наносит румяна, но может их прям перенаслоить в какой-то момент. Далее идут вот такие вот четыре кисточки, чуть-чуть поменьше, и мне они понравились гораздо больше, они хоть и по ворсу, в принципе сделаны из того же ворса, но по ощущениям они как будто бы чуть-чуть все-таки помягче. Вот эта кисть классно наносит хайлайтер, классно ей припудриваться, в принципе она такая в меру жесткая, в меру мягкая, не перенаслаивает, дает какое-то среднее покрытие. Вот этой кисти очень понравилось наносить румяна, она дает такое полупрозрачное нанесение, но опять же не берите какие-то супер пигментированные румяна. И вот такие вот две кисточки, это прикольная кисть тоже для припудривания зоны под глазами, она прям такая маленькая, немножко заостренная. Что еще можно носить? Тоже хайлайтер можно в принципе наносить, ну какие-то такие мелкие детальные работы именно для лица. И вот такая вот веерная кисть, в принципе неплоха для хайлайтера, но опять же какие-то очень яркие, пигментированные, очень сияющие хайлайтеры не берите с этой кистью, берите что-то из среднего такого сегмента сияния, либо какие-то минеральные такие легкие хайлайтеры, вот их она наносит очень классная. И если у вас есть какой-то рыхлый хайлайтер, который вы не можете нормально нести, то вот эта кисть в меру своей такой небольшой жесткости, она будет хорошо его вполировывать. И самая прикольная кисть из этих всех кистей для лица, это вот такая вот кошачья лапка из светлого ворса козы. Вот она прям очень классная, чем-то напоминает мне кисть от N-Beauty S4, тоже она такая вытянутая, мягкая, воздушная. Круто наносит бронзеры, скульптор, в принципе румяна тоже неплохо наносит, но вот у N-Beauty кончик более заостренный, у набора с Алиэкспресс она более как бы округлая сверху, поэтому ей, допустим, полировать румяна как-то лучше подходит, чем вот эта кисть, она слишком острая, и она не так хорошо, видите, ну у нее как бы вот этот кончик начинает гулять по лицу. Далее у нас с вами идут кисточки для глаз, и начать я хочу с вот таких вот именно беленьких козочек. Очень классная вот эта часть набора, правда, каждая кисть очень-очень нужной формы, здесь нет каких-то прям суперогромных кистей, при этом есть несколько маленьких кистей, детальных, плоских, и в принципе набор очень даже логично продуман, давайте начнем, наверное, по порядку, с самой большой кисточки, вот такая вот большая растушевочная коза, очень круто для нанесения, в принципе, и кремовых текстур подходит, для консилера, для первичной растушевки, для кремовых теней, вот такая вот чуть-чуть поменьше кисть, в принципе, для всех тех же самых задач, но она уже менее плотно набитая, и она круто делает такую прям вуальную растушевку, либо же накрасить складку, например, на какой-то такой ежедневный макияж, прям очень-очень быстро можно ей сделать. Потом идут две вот такие вот более плотные кисти, а-ля бочонок, ими классно наносить, опять же, консилер, какие-то кремовые тени, если не боитесь наносить кремовые тени натуральным ворсом, именно белый ворс козы здесь очень мягкий, мне прям очень понравился, за ту цену, которую он стоит, я считаю, что просто шикарное качество. Потом идут две плоские кисти, одна побольше, другая поменьше, которая побольше, тоже классно для консилера, для какого-то плотного такого нанесения и шиммеров поверх вашего подвижного века, также нанесение в складку, растушевка, оттягивание формы к виску, нанесение кремовых теней, короче, вообще классная кисть, и вот такая вот маленькая плоская кисть, более детальная, для нанесения шиммеров на подвижное веко, для прокрашивания нижнего века, короче, очень классная вот эта кисть, и классно, что они обе в профиль очень заостренные, это на самом деле редкое качество, потому что если взять, допустим, какой-нибудь аналог, ну вот, допустим, моя кисть от Заевы, видите, насколько она стала толстая в конце, и ей, конечно, уже так утрамбовать шиммеры, ну, почти невозможно, практически нереально. И также две последние малышки, тоже прямо, мне кажется, очень нужная вещь, которые редко встречаются в наборах кистей, хотя для меня маленькие детальные кисти, это очень важно. Вот такая вот супер маленькая плоская кисть для, например, внутреннего уголка, для растушевки карандаша по ресничной линии, да не знаю, мне кажется, у нее миллион всяких задач для прокрашивания нижнего века, можно даже для губ очень круто использовать, потому что, опять же, она в профиль очень остренькая, и вот такой вот маленький бочонок, тоже острый для внешнего уголка, для растушевки карандаша, для каких-то растушеванных стрелок. В общем, вот эта вот белая часть набора мне прям очень понравилась, супер рекомендую. Ну и теперь оставшиеся кисти для глаз, они уже идут в таком темном ворсе, здесь есть и ворс козы, и ворс пони, и синтетический ворс. Начну с вот таких вот двух маленьких плоских, но очень мягких пушистых кисточек, они мне очень понравились, и чем-то по ворсу даже отдаленно напоминают ворс белки. Они обе вот такие вот плоские, но в профиль не очень острые, они идеально подходят для сухих текстур. Кремовые текстуры я ими не советую наносить, мне кажется, они слишком как бы мягкие. Обе они плоские, хорошо растушевывают, допустим, складку, можно очень классно вытянуть оттенок на висок, нанести вот сюда вот складку и растушевать к носу. Какие-то более такие работы, связанные с соединением макияжа глаз с макияжем лица. Допустим, нанести румяну складку или как-то проскульптурировать нос. И вот такая вот маленькая плоская кисточка, очень классная для нижнего века. Ей прям суперудобно наносить вуально тени. Она такого прям, видите, ну почти идеального размера под нижнее веко, чуть-чуть побольше. Далее идут вот такие вот два более плотненьких бочонка, очень интересных. Вот этот классно наносит плотно тени во внешний уголок, какое-то прям суперзатемнение можно сделать. И вот такая вот, такой большой обширный бочонок. Вот он, не знаю, не очень, мне кажется, универсальный. И также остались вот такие вот три кисти. У меня здесь две повторяющиеся кисти, такие удлиненные бочонки, немножко такие подсобранные, к концу островатые. Ими очень классно наносить, опять же, тени во внешний уголок, с нижним веком работать, делать оттяжку. И вот такая вот маленькая плоская кисть, очень классная для нанесения, опять же, консилера для нижнего века. Но она по плотности напоминает вот этот вот бочонок. И, наверное, это скорее ворст, подходящий для кремовых теней. Ну и остается вот таких вот маленьких пять детальных кистей. Здесь у нас две кисти в смеси, по-моему, куницы и синтетического ворса, либо же синтетический ворс соло. Это очень классные две кисти для, опять же, работы с кремом и продуктами. Вот этот ворс, он прям идеален для крема, потому что он плотный, он такой прямой, он не очень пушистый, он чуть более жесткий. И он будет круто именно за счет своей упругости разносить крем по векам. Вот эта кисть для кремовых текстур прям очень классная. И вот такая вот плоская кисть тоже для кремовых текстур. Можно, в принципе, для контура губ использовать, для нижнего века. Но она такая более упругая и подходит, мне кажется, больше для каких-то детальных именно работ с кремовыми продуктами. Поэтому, в принципе, если вы хотите, например, какую-то основу растушеванной стрелки сделать карандашом или вот что-то такое, то можете ее взять. Она в профиль тоже очень острая, потому что в составе есть синтетический ворс, и он как раз-таки держит такую прям жесткую форму. Три вот такие вот прям малюсенькие кисти, косая для бровей стандартной, либо же для стрелок. В принципе, неплохая, но я с кошными кистями довольно редко пользуюсь. И вот такие вот две малюсенькие детальные кисти. Давайте немного попробую подытожить. Если выбирать из этих кистей, то мне все-таки кисти для глаз понравились чуть-чуть больше. Кисти для лица понравились чуть-чуть меньше, не считая вот эту вот одну белую кисть для лица. Первые две большие кисти мне понравились чуть меньше, но вот эти вот маленькие, такие среднего размера для лица мне понравились. Поэтому если у вас нету каких-то маленьких кистей там для припудривания, для румян и для хайлайтера, то можете взять целиком этот набор. Если же для вас кисти такие для лица не очень важны, то можете посмотреть. У них, по-моему, есть все-таки наборы без кистей для лица, либо же взять тупо набор с вот этим вот белыми, с белым ворсом козы. И он вот прям очень классный, его я на миллион процентов могу рекомендовать. Ну что, вот такой вот у меня получился обзор. Надеюсь, он был для вас полезным и информативным. И очень рада, что вы досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. И всем пока!